Всем привет! Вы на канале Иришу. Меня зовут Ирина и мы продолжаем разбирать ОГЭ по русскому языку. Дорогие 9-классники, если вы еще не посмотрели предыдущее видео, то посмотрите его и возвращайтесь сюда, потому что помимо темы изложения я еще там рассказывала про структуру ОГЭ по русскому языку. И сегодня мы с вами поговорим о сочинении, а конкретнее о сочинении 15.1, то есть это сочинение рассуждения на лингвистическую тему. Не пугайтесь такого сложного названия сочинение рассуждения на лингвистическую тему. На самом деле ничего сложного в нем нет, нужно лишь понять структуру и что конкретно от вас просят. Ну, во-первых, задание каждому сочинению дается в каждом из тренировочных вариантов и будет дано на самом ОГЭ, поэтому даже если вы забудете структуру, то вам будет дана подсказка и будет написано, что конкретно делать. Ну и предположим, вы выбрали писать именно сочинение 15.1. Как же оно выглядит, что же нужно делать? Как вы помните из предыдущего видео, все тестовые задания построены на основе текста, который вы читаете после того, как напишите изложение. И сочинения и 15.1, и 15.2, и 15.3 основаны тоже на этом тексте. Поэтому в сочинении 15.1 предлагается какая-то фраза известного человека, либо это может быть пословица, поговорка и так далее, которая тем или иным образом связана или с содержанием, или со структурой, формой текста. Ну, например, дано такое высказывание. Употребление экспрессивной лексики создает возможность лаконично выразить отношение говорящего к высказываемому. Дипмар Ильяшевич Розентал. То есть вам нужно написать сочинение, основанное на этом суждении, с привлечением аргументов из прочитанного текста. Какая же структура этого сочинения? Для начала вы даете свое понимание этой фразы, то есть это будет ваше вступление в сочинение. Например, пояснение фразы и, соответственно, вступление может быть таким. Язык служит не только для передачи мыслей, но и для выражения чувств, эмоций, переживаний. С этой целью используется экспрессивная лексика. Слова, в которых заключено положительное или отрицательное отношение говорящего к тому, что он сообщает. Их правильное употребление делает нашу речь более выразительной и лаконичной. Думаю, именно это имел в виду Розенталь. Вот ваше вступление. И затем вам нужно найти в тексте два примера этой экспрессивной лексики. Это должны быть разные слова, и вы должны показать, какую роль они играют в данном тексте. И сделать вывод именно уже по вашим примерам. Вот такая структура. Ну, мы сейчас разобрались со вступлением. К аргументам перейдем чуть-чуть попозже. Ну, во-первых, что можно использовать в качестве аргументов? Что нужно искать в тексте? Естественно, все зависит от высказывания, которое вам дано. Если оно напрямую связано с лексикой, то вы будете искать конкретную лексику в тексте, конкретные слова. Если высказывание связано с какой-то частью речи, то вы будете искать в тексте слова, определенные части речи. Но если дано более абстрактное высказывание о языке, о роли языка в нашей жизни, ну или о чем-то ином, то можно привлекать и лексические средства, и грамматические средства. Лексические средства мы включаем, все средства выразительности, стилистически окрашенные слова и так далее. То есть все понятия, которые связаны с лексикой. Грамматическим средством, соответственно, относим все примеры из грамматики русского языка. То есть это будут части речи, синтаксис, простого предложения, сложного предложения, пунктуация, если будет такое высказывание и так далее. Ну, приведу примеры аргументов к другому высказыванию. То есть здесь я уже вам поступление не буду зачитывать, а только примеры аргументов. Текст, на котором должно быть основано данное сочинение, я прикреплю в описании. Высказывание следующее. Отношение пишущего к сообщаемому часто может выражаться с помощью маленьких слов. Слов, которые принято считать служебными, частиц и союз. Это высказывание Милославского. Ну и вот в тексте можно было найти следующие аргументы. Во-первых, в предложении номер два, дальше даем цитату, нельзя же заново изобретать самолет, если его давно изобрели, или открывать новые страны, если все уже пройдено вдоль и поперек. Кстати, цитату можете включать. Во-вторых, сочинительный союз нов, предложение номер 31. Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем. Позволяет автору противопоставить содержание двух частей высказывания, рассказать о желании мальчиков, которые они не могли притворить в жизнь. Исходя из сказанного, могу сделать вывод, что высказывание Милославского справедливо. Но это не вывод к сочинению, не вывод к сочинению, да, вывод должен быть более конкретным, а вывод маленький к аргументам. То есть вы поняли, да, высказывание было про служебные части речи, и для аргументов мы должны были найти две служебные части речи, конкретные примеры, лучше разные, здесь конкретно даны частицы и союз. Да, кому-то покажется сложным объяснять функции частей речи, или что выражает то или иное слово, но, как правило, функции можно определить по контексту, и, соответственно, значение слова тоже. Ну и далее, после аргументов, как я уже говорила, вы пишете выводы по сочинению. Ну, это уже конкретно должны быть ваши рассуждения, и они не должны повторять то, что вы уже написали во вступлении. То есть это должен быть какой-то итог по вашим аргументам, потому что во вступлении вы писали информацию, которая более относится к высказыванию, которое дано на лексическую тему. Ну, вот и всё. Буквально пару слов я сказала, и думаю, что уже более понятно стало, что конкретно от вас требуется. Естественно, до конца вы поймёте, как писать сочинение 15.1, только когда напишите его хотя бы несколько раз. Потому что тактёру можно слушать очень долго, но учимся мы чему-то на практике. Поэтому берите листочки, ручки и пишите сочинение. Если вам нужна помощь, то можете мне всегда писать ВКонтакте, на почту. Если нужна помощь с проверкой изложений и сочинений, то также присылайте их на почту, желательно в текстовом формате, чтобы было сразу удобно править. Всё, скоро с вами увидимся в видео, посвящённых другим сочинениям. Всем удачи! Пока-пока! Будьтесь и решу, ведь я всё решу. Спасибо вам за подписки, за лайки, за просмотры. Всех люблю!